Здравствуйте, уважаемые зрители First News! Сегодня у нас в гостях у передачи Five O'Clock Ильгар Сафат, режиссер. Ильгар Майманов, Сафат – это ваш творческий псевдоним? Да, Сафат – это псевдоним. Меня часто спрашивают, что означает это слово, но уже так давно я пользуюсь этим псевдонимом, что уже, наверное, сам забыл, что оно означает. Это как бы мое духовное имя, если можно так сказать. Это имеет отношение к суфизму, к суфийской традиции. Вы увлекаетесь философией? Да, я люблю... Вообще литература – это моя слабость. Я по первому образованию филолог. И как бы в кино пришел после литературы, после занятия поэзией. Это, ну, филология, философия, литература, художественная стратура, поэзия – то, что я люблю, это моя первая любовь. Виктор Мэм, я одной из задач передачи «Five o'clock» вижу ту задачу, что она должна представлять зрителям и публике не только широко известных людей, но и людей, которые, может быть, не так пропиарены, но, тем не менее, занимаются любимым делом, неординарные, интересные, как собеседники, и популяризируют Азербайджан. В последнее время ваше имя стало чаще упоминаться в связи с тем, что ваш фильм, снятый вами фильм «Саага», попал в лонг-лист Оскарского фестиваля. Скажите, пожалуйста, какова была предыстория этого? Как вообще фильмы попадают в поле зрения американской киноакадемии? Ну, вы знаете, что кинопремия «Оскар» – это как бы сугубо американская премия, но там есть номинация, осваивающая, охватывающая и международный кинематограф зарубежный. Мы проходим по категории «Лучший зарубежный фильм». Ну, в каждой стране есть свой «Оскаровский комитет», свои представители, во главе которой обязательно должен стоять киноакадемик, то есть человек, уже как бы имевший отношения с этой кинопремией, получавший «Оскар». В Азербайджане тоже есть «Оскарский комитет», его председателем является Рустам Брагенбеков. Нам позвонили с этого комитета, предложили принять участие в рассмотрении в местном отборе. Мы показали наш фильм, и в большинстве голосов наша картина была признана лучшей и достойной для того, чтобы представлять Азербайджан в этом году на кинопремии. А если в какой-то стране нет человека, который получал «Оскар» или участвовал в этом фестивале, тогда как? Ну, как правило, такие люди находятся, то значит, эти люди просто не участвуют в конкурсе, потому что обязательно рекламент определенный существует, довольно сложная процедура, нужно представить очень много документов туда, в центральный главный офис комитета, послать копии фильма, организовать показ у себя в стране, в Лос-Анджелесе. Мы как бы все требования регламента прошли, и наш фильм показывался, и здесь в Азербайджане мы устроили коммерческий показ, и в Лос-Анджелесе у нас буквально сегодня начался недельный показ нашего фильма. Просто нужно соблюдать требования регламента. А какова процедура? Вот на первом этапе фильм попадает в лонг-лист, да? Потом он должен попасть в шорт-лист, из которого выбирают варианты, да? А что нужно для того, чтобы попасть в шорт-лист? Фильм показывается всем членам киноакадемии, они его смотрят, оценивают, дают свою оценку, потом просто видим какой-то селекции внутренней, отбирается вот эта вот пятерка избранных, шорт-лист, а потом уже на церемонии закрытия весь мир узнает, кто из этих счастливых избранников достоин премиумского. Ильдар Мэр, положу руку на сердце. Вы верите в успех? Вы верите в то, что азербайджанский фильм может пробиться в логове армянской диаспоры? Очень много факторов сопутствует попаданию фильма в этот шорт-лист. Ну, прежде всего, я думаю, что качество фильма должно говорить само за себя. От каждой стороны представлены наиболее достойные работы, их отсматривают, оценивают. Поэтому, если картина произойдет какое-то впечатление на киноакадемиков, на публику, наш фильм будут смотреть и простые американцы в кинотеатре. Если будет какой-то резонанс, то почему бы и нет шанса есть всегда. До начала передачи мы с вами говорили на эту тему. Вы подчеркнули, что на фестивалях очень сильны идеологические моменты. И в качестве примера вы приводили случаи, когда российские фильмы, которые показывали Россию не с самой лучшей стороны, они имели колоссальный успех, получали призы и так далее. То есть, насколько сегодняшние кинофестивали свободны от этой идеологической подоплеки? Ну, видимо, время такое, все завязано сейчас на политике, на экономике. Мне кажется, фестивали утратили свою функцию такого какого-то, ну, артистического института. Они приобрели свой формат, в каком-то смысле уже близкий к телевизионному формату. То есть, как на телевизионные экраны не попадет фильм, несоответствующий, неадекватный этому формату. Но вы видите, что фильмы, которые демонстрируются на телеэкранах, они, в общем-то, однотипные. То есть, есть определенный формат, канон, какая-то калька, по которой фильмы снимаются и выбираются для киноэкрана. Нечто подобное, на мой взгляд, происходит сейчас и с фестивалями. Существует какой-то фестивальный формат. Не знаю, вот кем, как заданный, диктуемый, но... То есть, художественная ценность произведения отходит на второй план, как получается? К сожалению, видимо, да, нет, я не хочу сказать, что талантливая работа не имеет шанса попасть на кинофестиваль. Но существуют тенденции определенные. Мода, какие-то экономические сопутствующие моменты, политические, политическая какая-то мода, актуальность. Поэтому это такой целый комплекс вопросов, которые как бы сопутствуют везению, что ли, попаданию на кинофестиваль. Леном, я еще такой вопрос хочу затронуть, и я говорил об этом и с другими своими гостями, имеющими отношение к творчеству. Я вам благодарен за то, что вы пригласили меня на показ фильма «Саага». Спасибо, что вы. Я не берусь судить о достоинствах или недостатках этого фильма, потому что я не кинокритик. И, наверное, каждый зритель должен вынести свое суждение. Но где ему, зрителю, выносить свое суждение, если у нас в Азербайджане сложилась такая практика, как я вижу со стороны? Фильмы снимаются, устраиваются пары закрытых показов, презентации, примеры, а потом они куда-то исчезают. Вы не находите? Ну, основная проблема в том, что нет проката, нет достаточного количества кинотеатров. Я просто на примере нашего фильма убедился в том, что в людях существует большое желание смотреть наши фильмы. Но, к сожалению, пока нет такой возможности, потому что кинотеатров очень мало, ограниченное количество. И только в Баку, в районах кинотеатр практически отсутствует. Даже то, что осталось от советского времени, оно не соответствует техническим каким-то требованиям, параметрам. Вы помните, в советское время была такая практика, что даже, не знаю, в микрорайоны проезжали какие-то кинотеатры на колесах, автобусы. И внутри них демонстрировались фильмы. Это просто для простых людей, которых можно было увидеть на улицах. И в каждом селе, в каждом городе... В каждом селе был свой клуб. Прекрасно это было показано в фильме «Мимино». На вертолете герой в Ахтаве Кабиза приводит к организму какое-то отдаленное горное селение. Там показывают фильмы, еще комментируют. Там, не знаю, выступают в качестве оператора. То есть была какая-то живая традиция, живой интерес. И у людей было желание смотреть эти фильмы. Нужно в каком-то смысле восстанавливать, реанимировать вот эту практику. Я уверен, что чем больше кинотеатров будет появляться в нашей стране, тем больше интересы это будет толкать киноиндустрию вперед. Игорь Мальм, я посмотрел фильм «Сага». Он скорее философский, чем коммерческий, да? Почему вы взялись... То есть вы заведомо уже где-то немножко уменьшаете шансы на успех, потому что сегодняшний зритель требует больше коммерческого кино. Редкий зритель хочет задуматься, хочет подумать о вечных ценностях, о каких-то животрепещущих морально-нравственных проблемах. Зрелища хочет зритель. А вы заведомо взялись за более глубокий такой фильм. Не боялись? Спасибо за вашу оценку нашей работы. Ну, хлеба и зрелища, в общем-то, это такой термин, который существует уже не одно столетие. То есть люди всегда стремились и тяготели именно к этим категориям. Для того, чтобы не думать, наверное, существует телевизионный экран, телевизионный формат. А кино все-таки должно немножко создавать, конструировать, моделировать другую реальность, другую философию, другое видение мира, поэзию какую-то свою преподносить зрителям. Поэтому мне хотелось рассказать ту историю, которую я рассказал, тем киноязыком, каким я ее рассказал, и коснуться тех вопросов, которые меня всегда беспокоили, интересовали и продолжают интересовать. Ну, насколько это найдет отклик в людях, вот это такой момент немножко непредсказуемый, но я вижу, что картина, в общем-то, людей не оставляет равнодушными. Я не хочу сказать, что я совершенно не думал о зрительском восприятии. Наоборот, мне хотелось донести свои идеи, свое видение до простых, так сказать, зрителей. Хотя, ну, зрителей нет простых услуги, просто есть люди, которые смотрят кино. Насколько это получилось, я не знаю, это, в общем-то, судить, наверное, не мне. Ну, я, может быть, повторяю свой вопрос. Я чувствую себя немножко дискомфортно, потому что мы сейчас говорим о фильме, и, наверное, зритель, посмотрев передачу, захочет посмотреть и фильм, чтобы самому вынести свое суждение. И, опять-таки, он не может этого сделать, да? То есть фильма нет ни на дисках. Нет, почему же мы организовывали недельный показ, вот как я только что сказал, в кинотеатре Азербайджан осенью этого года. И люди ходили, покупали билеты, как в старые добрые времена, смотрели картину. Ну, конечно, это не имело такого обширного, широкого резонанса, потому что все как бы замыкалось на одном кинотеатре, именно в Баку. Короткий период. Короткий период. Еще время было не очень удачное, это было 5 часов вечера. А на телевизионные экраны не выйдет фильм? Ну, как он только появился, я думаю, что, в общем-то, эта картина все впереди. Я надеюсь, что и на телеэкраны выйдет. Картина только начинает жить, делать какие-то первые свои шаги. Правда, что в Азербайджане документальность кино сильнее, чем в художественном? В каком-то смысле да, потому что, как бы, сейчас появление цифровых технологий, камер, оно немножко стимулирует, подстегивает этот процесс. У людей фактически, практически у каждого человека есть возможность пить камеру, снять фильм о том, о чем ему хочется снять. Дома, в домашних условиях, там, смонтировать эту картину, и потом послать ее на кинофестиваль. В общем-то, довольно простая схема. А игровое кино, он требует все-таки другого отношения, другого бюджета, другого, может быть, там, уровня профессионализма. Поэтому для него нужны другие ресурсы, немножко другой подход. Все ли упирается в бюджет? Почему иногда многобюджетные фильмы проваливаются, а малобюджетные фильмы, бывает, берут самые высшие награды на самых престижных фестивалях? Бюджет, как вам сказать, нет, все дело как бы в отношении, в посыле, в послании автора. Насколько это искренне, насколько это доходит до зрителя этой истории, насколько она близка ему. Но одно другое не исключает. Я часто привожу такой пример Чарли Чаплина, один из самых успешных режиссеров, в то же время самый народный, что ли. Поэтому все дело как бы в людях, которые делают это кино. Бюджет, он только как бы, он помогает, ну, скажем так, более качественно сделать работу, более объемно, масштабно ее закончить. А к помощи каких специалистов вы прибегали вне Азербайджана? Или у нас есть весь спектр специалистов? Я имею в виду и операторов, и звукорежиссеров, и режиссеров лонтажа. На нашем фильме работали операторы из Грузии. Это мои друзья, Миндзи Исадзе, Варлам Карчкадзе. Мне комфортно, удобно было работать с этими людьми, потому что, повторюсь, это мои друзья. С Вакома делали до этого еще одну картину. Также из Грузии у нас был главный герой фильма Заза Бежашвили. И второй режиссер, то есть, как бы так, второе звено, оно было, в общем-то, представлено в основном грузинской стороной. У нас, конечно, сейчас существует такой серьезный дефицит именно второго звена профессионалов, помогающих режиссеру создавать, что ли, кино. Потому что вот практически полностью отсутствует институт вторых режиссеров. А это сложнейшая профессия. Это раньше просто, как сказать, это была отдельная профессия. Так что это начальник штаба, человек, помогающий режиссер, организующий весь процесс. Он должен понимать, как бы, задачи режиссера, так же, как и сам автор. Но сейчас, к сожалению, у нас большой дефицит и в этой профессии, и в ряде других профессий тоже. На нашем фильме грузины были как бы сопродюсерами этого проекта. Грузия фильм и совместно с Нарима фильм, это как бы сопродюсеры. Мы этот фильм разрабатывали вместе. Вообще, как бы, проект готовился в рамках ИФАСК. Это тренингов ИФАСК. Это была такая ассоциация независимых кинопроизводителей стран Южного Кавказа. Тренинги происходили в Тбилиси, проходили. Поэтому как-то грузия очень органично влилась в этот проект. Ну и, кроме того, дружеские связи, дружеские отношения. Я не хочу обидеть ни вас, ни грузийских товарищей. Но в любой стране есть практика приглашения зарубежных актеров. И такая практика всегда была и в Азербайджане. Но я не всегда ее понимал, честно говоря. Не всегда с пониманием относился. Вот, в частности, в фильме «Ахмед Харда», да, если вы помните, там главной героиней тоже играла, приглашенная актриса. И вы пошли этим путем, вы пригласили зарубежных артистов. Это значит, что у нас нет талантов или в чем проблема? Нет, не стоит зацикливаться, мне кажется, на гражданстве людей, которые делают фильм. Нужно больше заострить внимание на их профессиональном отношении, профессиональном уровне. То есть, если для главной роли нужен человек из Никарагуа, почему бы его не пригласить на этот фильм? То есть, это режиссерское видение, да, ваше? Ну да, это режиссерское видение. Почему там Гамлет играл, там, Высоцкий, а не английский какой-нибудь, там, или там датский артист, да. Понимаете, дело абсолютно не в национальности, не в гражданстве, а просто в каком-то, ну, в соответствии образа, в какой-то психотипе героя. Насколько он органично и, скажем так, по своей пластике, по своему актерскому диапазону подходит на ту или иную роль. Я думаю больше вот об этих, да, составляющих роли. То же самое касается и технической группы, да. Если оператор, если твое видение совпадает с видением оператора, то зачем спрашивать у него гражданство, или там изучать его какие-то национальные, там, корни. Ну, в общем-то, это меня как-то не очень интересовало. Очень интересовало, как бы, соответствие, адекватность какая-то, в полном гениальность нашей задумки, нашему замыслу. А как, мне вот интересовало всегда, как режиссеры выбирают исполнителей главных ролей? Вот часто мы читаем там в литературе, кто-то шел по улице, вдруг кого-то увидел, понял, что это его типаж, так далее. Так, да, бывает и так. Вот, например, я увидел, просто к нам пришел на студию подросток, парень, который что-то принес, там, я уже не помню, то ли свой фильм, то ли там какой-то свой сценарий. Я увидел, что этот человек должен играть в нашем фильме, это Анар. И он сыграл, действительно, одного из этих вот хулиганов, этого Акифа. Поэтому я просто увидел своего героя, буквально он сам пришел ко мне. Ну, кого-то, как-то, знаете, как-то люди по-разному, судьба по-разному приводит людей на проект. Кого-то приходится долго, мучительно искать, кто-то сам вдруг появляется, как бы, из ниоткуда. А вот как вы вышли на главного героя? Вот как раз главного героя очень долго и мучительно я искал, потому что мне нужна была какая-то вот такая природа, немножко какая-то разорванная такая, немножко конфликтная природа в главном герое должна была быть. И я проводил кастинг, отсмотрел очень много артистов со всех практически стран нашего региона. И вдруг увидел Зазу, и сразу понял, что вот-вот, и это и есть главный герой нашего фильма. Какая-то, что-то в его лице мне показалось, какая-то раздвоенность, что ли, какая-то, ну, как сказать, какой-то человек с какой-то биографией, такой-то своей историей, с каким-то оборотной стороной. То есть то, что мне нужно было именно для персонажа Гариба, внутренняя противоречивость, какая-то нерв. И Зазу я ему очень благодарен, он как раз принес вот эту краску, эту эмоцию, нашу картину. То есть он оправдал вашу надежду? Да. Герман, в этом фильме Гариб играет роль фотографов, которые снимают в стиле ню. И вы пригласили чернокожую актрису, как мне показалось, роль которой заключалась в том, что она позировала обнаженный фотографу Гариба. Ну, не совсем, все-таки это как бы его тайная любовь, и там драматургически она завязана на конфликте между им и его невестой. Речь идет о том, что между главным героем и вот этой моделью были какие-то отношения. Поэтому здесь не только ее... А почему именно чернокожая? Это что, полинкорректность или это какая-то пикантность изюмника фильма? Нет, просто наш герой, как вы видели, он увлечен вот именно архаикой, первобытным искусством, наскальной живописью. У нас, вы помните, там речь идет о Голгустане, петроглифов Голгустана. Вот этот архетип, образ матери мира, о котором тоже говорит и учитель главного героя в советское время. То есть вот этот как бы образ, именно архетипический образ какой-то такой матери мира, ума и какой-то такой, да, первобытной женщины, какой-то внутренней женщины. Поэтому мне нужна была именно такая вот актриса, такая модель, которая соответствовала бы полностью вот этой характеристике. И, по-моему, Дебора, она очень так хорошо подошла для этого. А из какой страны она? Она родом из Америки, но работает во Франции. То есть она такая модель, такой высокого довольно уровня. Гориб, фотограф, как мы уже говорили, он фотограф жанра ню. А почему именно это вам близко? Или вообще есть в Азербайджане фотографы в стиле жанра ню? Насколько я знаю, их нет. И вообще такой традиции у нас, к сожалению, на мой взгляд, пока не существует. В отличие, скажем, от прибалтийской. Это, видимо, разница менталитета. Разница мусульманская сторона, наверное, что-то. Разница менталитета, хотя, я думаю, что, по всей видимости, да, не знаю. Ну, в тот момент, когда мы придумывали этого героя, это было 6 лет назад, в 2004 году у меня появилась идея. 4 года только мы готовили, как разрабатывали этот фильм. То есть тогда однозначно ничего похожего у нас не было. Но насколько сейчас, как ситуация с этим обстоит, на данный момент, я, к сожалению, не очень хорошо знаю. А есть что-то автобиографическое в главном герое? Ну, разве только то, что я тоже в детстве занимался фотографией, с детства фотографировал. Тоже в стиле ню? Нет, это были советские годы. В то время это была вообще табуированная такая тема. Это была просто фотография друзей, улица, портреты. Ну, пожалуй, только это. Плюс, как бы, воспоминания, какая-то атмосфера того времени, которая тоже, в общем-то, наполняется через личные отношения. То есть нету прямых ссылок, прямого какого-то такого, да, вот, как бы, калькирования моей биографии. Ну, все наполнено каким-то моим опытом внутренним. Игорь Мамин, я не скрою, что пережил немножко такие моменты, смотря ваш фильм, ностальгически и немножко болезненнее для себя. Потому что, ну, люди моего поколения, для них автомобиль ГАЗ-21 – это культовый автомобиль. В этом фильме вы безжалостно расправились с этим автомобилем, сбросили его в пропасть. Это же целая эпоха, вам не жалко было? Мне очень жалко эту машину. Действительно, это, как сказать, когда появилась эта модель, ее назвали на какой-то, по-моему, парижской выставке, что танк во фраке. Замечательно. Она и как бы по своим линиям, по своей какой-то вот пластике очень красивая. И в то же время очень предельно надежная машина. Мы ее там дважды, трижды сбрасывали с обрыва, взрывали два раза, неделю горела она у нас на ночных съемках. И до сих пор возникает ощущение, что немножко ее надо так чуть-чуть так подреставрировать, и она станет... Нужно опять снимать. Можно, да, и по новой ее использовать в съемках. Очень красивая машина, очень надежная. Было жалко, конечно, с ней расставаться, но что поделаешь, как бы искусство требует жертв. Жертва такая эпохальная была, культовая жертва, я бы сказал. Прикор Мэн, как вы оцениваете состояние азербайджанского кинематографа сегодня? Есть свет в конце туннеля? Или это свет надвигающегося паровоза? Нет, свет есть. Думаю, что это не паровоз. Мне кажется, очень такие позитивные тенденции сейчас происходят в азербайджанском кинематографе. Именно одним из таких показательных факторов является то, что большое количество дебютов за последние буквально лет пять произошло, случилось. То есть люди получили возможность, молодежь получила возможность как-то проявить себя, реализовать. Потому что, знаете, сетовать на отсутствие возможности и как бы считать себя нереализовавшимся талантом, в общем-то, достаточно просто. Когда тебе дают шанс что-то сделать, это уже как другие требования. Другой уровень ответственности возникает. И молодежь снимает фильмы, очень достаточно интересно о себе заявляет. Это очень позитивно. Нельзя, наверное, отрицать, что кинокритика очень важна для поляризации и развития кино. Но есть ли в Азербайджане кинокритики? Вы чувствуете нехватку квалифицированного, профессионального, критического разбора ваших работ? Ощущаете вы эту нехватку? Да, конечно, хочет, чтобы твою работу оценили не только люди, зрители на каком-то таком естественном уровне просто восприятия, но и какой-то был бы более проведен, более интеллектуальный, более серьезный разбор полетов. Ну, понимаете, Азербайджан, сейчас на всех уровнях, что ли, вот этой линейки производственной существует большой дефицит специалистов. Вот, я не знаю, от дольщика, там, от осветителя до кинокритика. Как бы институт киноиндустрии претерпел за последние, там, 20 лет чудовищный кризис. Потому что киностудия, она на моих глазах, я в 89-м году устроился на работу в киностудии. Мы вообще первые, в трудовой книжке первая запись, это связанная с киностудией Азербайджанфильм. И тогда была другая студия, понимаете, она живая была, она кипела, съемочный процесс там происходил. То есть коридоры были заполнены людьми, было ощущение вот какого-то, ну, как сказать... Процесса. Процесса живого организма. А потом, опять же, на моих глазах за какие-то несколько лет просто все разрушилось, все исчезло. И специалисты, и люди, и все, и атмосфера, все. Ну, и теперь нужно создавать, как бы возвращать, и людей нужно возвращать, и профессионализм, отношение к профессии нужно возвращать. Потому что, что говорить, в общем-то, такого трепетного, что ли, да, отношения к профессии, какое было, скажем, там, в советское время, я имею в виду профессию режиссера. Сейчас нет, как бы, возникает ощущение у людей, что просто можно прийти и снять фильм. Для этого не нужно иметь какой-то там опыт, какую-то практику, какой-то общекультурный багаж. Достаточно просто купить камеру и снимать фильмы. К сожалению, это не так, потому что это требует, в общем-то, целого такого комплекса факторов. А почему российское кино так развивается, Бордо? Российское кино развивается... Там база хорошая, Бордо, но в последние годы, к сожалению, вот эта динамика развития там тоже затормозилась в связи с кризисом. Но они больше в коммерческое, да, кино ушли, по-моему? Нет, почему же, там, в общем-то, как бы все жанры так охвачены. В 2002 году, когда я закончил высшие режиссерские курсы в Москве, я учился в мастерской Владимира Хатиненко. Индустрия, вот Мосфильм, он представлял собой такой зрелище, какой вот сейчас Азербайджан фильм представляет. То есть коридоры тоже были пустыми. Там снимались какие-то только телепередачи, что-то вроде там кукол, я не знаю, каких-то вот таких нелепых передач. Не было ничего. Когда я уехал в 2002 году, то есть была ощущение кризиса. Через два года я вернулся, я увидел просто другой Мосфильм. Я увидел другую, как-то другую киносреду. Появились фильмы, появилось новое поколение, стали сниматься сериалы в неограниченном количестве авторских кино. То есть за два года был проведен какой-то очень глобальный, фундаментальный прорыв. И где-то до 2008 года вот так оно и было. На взлете, да? На взлете было, да. Ну вот за последние года два-три что-то изменилось, немножко как бы темпы снизились. Но зато за эти годы она окрепила индустрию в России. Она встала на ноги. И в общем-то сейчас это помогает ей выжиться в кризисный период. Я ожидаю в Азербайджане что-то подобное. Я думаю, что за годы два-три последние, очень такая мощная какая-то вот набрана динамика развития. Посмотрите, сколько фильмов. Сейчас уже около 10-19 фильмов снимается в Азербайджане. Это для нашей республики немало. Из них там половина дебюта, как я говорил. То есть, я думаю, что все как бы вернется на округи свои. Снимаются фильмы, и я приношу свои извинения за то, что часто это повторяю, но это просто моя боль. Снимаются фильмы, которые зрители не видят, к сожалению. А как азербайджанские телевизионные каналы? Они сотрудничают как-то с режиссерами? Заинтересованы в показе фильмов или... Я, честно говоря, не очень знаю ситуацию с телевидением, потому что я... Ну, в частности, вот к вашему фильму был проявлен какой-нибудь интерес? Ну, телевидение освещало нашу премьеру, наш пресс-показ. Очень достаточно так ярко. Какие-то были анонсы, что-то такое. Ну, если какой-то канал захочет продемонстрировать ваш фильм, вы будете за? Да, двумя руками. То есть никаких коммерческих запретов там, потому что говорят, обычно фильм должен пройти какой-то жизнь, только потом его можно демонстрироваться на экране, да? Ну, всегда существует такая просто практика, что на экраны фильм попадает только через там 2-3 года после того, как он... На телевизионный экран. На телевизионный экран, я имею в виду, да. Потому что вначале, какая схема такая, что вначале он проходит по киноэкранам, через прокат, потом на фестивалях, потом на DVD выпускается, только потом попадает уже как бы на телеэкран. Ну, у нас немножко ситуация такая, как бы нестандартная, нетипичная, потому что у нас проката нет. И на дисках вы не собираетесь выпускать? Нет, почему же? Мы фильм выпустим, но, скорее всего, уже на будущий год. Ильга, нам при всем уважении Голливуду, и при том, что есть шедевры, которыми мы все восхищаемся, производство Голливуда. Но вот это засилие голливудское, оно меня, как зрителя, не устраивает, потому что я человек советского времени, я вырос на итальянских, на французских фильмах. Ну, вы помните, в Италии были сильные позиции Компартии, во Франции были сильные Компартии, и идеологически как-то Советский Союз больше дружил с Италией, с Францией, а Америка была идеологическим врагом, и американские фильмы очень редко доходили до нас. Но зато мы получали возможность расти на шедеврах итальянского, французского и европейского кино. Сегодня я вот захожу в магазин и спрашиваю там, ну, где продают видеопродукцию, что у вас есть европейское? Дайте мне какой-нибудь итальянский фильм, дайте мне какой-нибудь французский фильм. Нет, у нас только Голливуд. Ну, это ужасно, потому что, ну, и сейчас очень много прекрасных фильмов снимается в Европе. И киноклассика европейская, она, в общем-то, огромнейший пласт вообще мировой культуры. Как сказать, все равно, что запретить литературу, да, французскую или итальянскую. И читать только, смотреть только комиксы. Это же вообще, да, нонсенс, преступление какое-то. А кино – это тоже искусство, и оно уже развило такой вообще культурный аппарат. То есть столько всего было наработано, да, в европейском кинематографе, в азиатском кинематографе. Даже речь не столько сугубо о европейском кинематографе, а вообще о общем мировом, потому что и азиатское кино очень многое сделало для развития кинематографа. И там есть великолепные режиссеры, тоже и философы, и поэты от кинематографа, которых никто не знает, к сожалению, даже в этих же садых странах. Вытесняется, как бы, знаете, как бы массовая культура, она вытесняет подлинную культуру на всех этажах. И в литературе, и в музыке, и в кинематографе, соответственно. Как, если взять в качестве, например, классическую музыку. Вы видите, что сейчас невозможно услышать классическую музыку практически, да, нигде там. Только на специализированных радиостанциях и в каких-то очень ограниченных таких, да, местах. А отовсюду ведется популярная музыка, какая-то ресторанная и так далее. А на каком кино вы формировались? Вот я, к счастью, тоже формировался на классическом кинематографе. И поэтому я, как сказать, для меня кино – это, прежде всего, как форма искусства. Не аттракцион, грубо говоря, а именно, как бы, ну, как искусство. А есть какая-то школа, которая вам ближе по духу? Вот, допустим, итальянская, французская или там азиатская вы упомянули? Ну, скорее, итальянская все-таки. Ну, хотя… По своей экспрессии или… Да, да, по своей экспрессии. Это как-то и близко нам было всегда, да, по темпераменту, по колориту. Да, это тоже с инстаграммистами. А вот интересно, кого из итальянских артистов, можно и из прошлого, и из настоящего, кого бы вы хотели бы снять? Кто вам интересен как актер был бы? Из неживущих вы имеете в виду? Без разницы. Я хотел бы, например, Челентано снять. Мне он очень нравится, да. Он сильный актер или он певец больше, да? Ну, нет, он, я все спрашиваю, прекрасный и музыкант, и вообще, как фигура. То есть, это, как сказать, это человек, который привносит самим, как бы, своим фактом появление на экране, уже привносит какой-то свой мир, обогащает. А интересно, смог бы Челентано сыграть драматическую роль? Как вы думаете? Думаю, что да. Да? Да. Ну, знаете, это во многом от режиссера зависит. Ведь, допустим, Андрея Миронова никто не воспринимал как драматического артиста до того момента, пока он не появился в фильмах Германа, мой друг Иван Лапшин. И мы увидели вообще другого Миронова совершенно. То есть, человек с такой глубиной, с таким, с такой вообще, да, каким-то наполненностью, содержательностью. И Никулину можно привести. Никулина, опять, того же Германа. Сейчас Ярмольник снялся у Германа. Сейчас я был потрясен, увидев человека, которого мы привыкли видеть, клон, он в такой роли, как он сыграл потрясающий. Это, как бы сказать, режиссер, одна из его задач – снимать маски с актера, то есть ломать штампы, показать его в том ракурсе, да, с той характеристикой, которая была бы неожиданна для зрителя. А Чен Данда – прекрасный артист. А бывает на съемочной площадке, что режиссер, видение режиссера одно, а у главного героя, у актера другое видение, и оно перевешивает? То есть, удается, допустим, актеру переубедить режиссера, что вот здесь надо сделать по-другому? Я считаю, что вообще, понимаете, как бы нет такого, да, вот одного какого-то закона, что ли, да, для съемок фильма. Я считаю, что режиссер должен приходить на площадку абсолютно подготовленную, знать точно, что он хочет снять, где должна находиться камера, кто должен быть в кадре. То есть нет места импровизации? По сути нет, но как бы мастерство еще проявляется в том, что ты, если ты видишь что-то яркое, интересное, дополняющее, обогащающее твой фильм, но как бы не разрушающее твой замысел, то ты должен допустить актеру, там, оператору, композитору проявить себя. Возвращаясь опять к вашему фильму, а кто дублировал, я имею в виду дубляж «Голос» главного героя? Ну, Зазу дублировал Фахарадзин Манафов, и это тоже, я считаю, большая удача, большое везение, что у нас есть такой артист, потому что сложная задача стояла перед человеком, который должен был дублировать главного героя. Ну, роль такая сложная, и вот эти все нюансировки в интонации, психологические какие-то, вот эти перипетии и прочее. Ну, я благодарен Фахарадзин Манафову, что он очень хорошо справился с этой задачей. А что такое дубляж? Это всего лишь перевод, или человек, который дублирует, он привносит что-то свое? Нет, нет, понимаете, как вот просто перевод, это телевизионное дублирование, когда вот этот монотонный такой голос из скворечника просто информирует зрителя о том, что происходит. А художественное дублирование, это игра, это как, не знаю, как театр. Это тоже талант, да? Это талант, это прежде всего талант, потому что он должен понять, он должен почувствовать характер своего персонажа. И это большая ответственность, то есть испортить роль, понимаете, потому что главный герой... Но можно испортить, да? Безусловно, очень легко можно испортить. Можно испортить усилия артиста, который там несколько недель, месяца работал на съемочной площадке, а потом дубляжом можно просто убить вообще все его усилия. Это очень опасно, это как прогулка по минному полю. То есть, прежде чем согласиться, Фахра Тимманов как бы он вжился сначала, да, посмотрел фильм, вжился? Да, да, он посмотрел фильм. То есть нельзя просто прийти, сесть за микрофон и прочитать текст? Нет, нет, такого нельзя. Я знаю, что существуют у нас прецеденты, когда картина озвучивается за один-два дня, но это профанация, потому что это сложный и мучительный процесс. Игорь Мамм, а как государство помогало вам при съемках фильмов? Государство, да, конечно, это заказ Министерства культуры. Министерство культуры одобрило, мы представили наш сценарий на рассмотрение комиссии Министерства культуры. Сценарий очень понравился, его одобрили, дали нам возможность дебютировать, за что отдельное спасибо, конечно. А вы чувствуете, что вам нужна сейчас какая-то поддержка для лоббирования фильма в Оскаровском комитете? Честно сказать, да. Что можно сделать? То есть мы, как все азербайджанцы, я думаю, должны помочь вам в этом деле. Что мы можем сделать? Я знаю, что сайт First News активно информирует читателей о вашем фильме и о том, что вот в Нос-Анджелесе начался показ. Да, интерес большой. Что еще может государство сделать? Государство и наши соотечественники, в общем, такой большой интерес сейчас проявляют. Нам пишут очень много людей, живущих за границей, что с гордостью и надеждой ожидают решения комитета. Это очень приятно поддерживают, пишут слова благодарности. Что можно сделать? Я затрудняюсь на это. Держать кулаки за... Просто, ну, как доброжелательно относиться, наверное, к тому, что мы сделали прежде всего. Потому что, ну, это большая работа, большой труд. И, в общем, это... Нет, как у нас говорят у Зинзе Демио Алмаса, но то, что я в этом вижу больше, чем пропаганду нашего кино, я вижу в этом политические какие-то аспекты. Потому что, когда в Лос-Анджелесе, где буквально засилие армянской диаспоры, и то, что в Лос-Анджелесе в одном из кинотеатров, он, он, Sunset Five называется, кинотеатр. Там идет, висит афиша, что здесь демонстрируется азербайджанский фильм. Я думаю, что это замечательно, и это очень служит интересам нашей страны, и разрешение стереотипа, что Азербайджан – это то, что пропагандирует Армения. И, что Азербайджан – это отсталая страна, не способная создать что-то стоящее. Я с этим вас очень поздравляю. Спасибо. С этим событием. Спасибо большое. Кинематограф вообще-то один из таких, знаете, очень сильных инструментов идеологии, пропаганды. Вы видите, например, американский кинематограф. Вначале появляются фильмы американские, а потом появляются товары американские. Засилие экономическое, оно происходит всегда через какое-то такое культурное. Поэтому, ну, надо просто больше создавать фильмов, больше показывать, рассказывать о нашей жизни, о наших людях. Потому что, ну, как сказать, мы имеем свою уникальную самобытную многовековую культуру, которую, к сожалению, не можем зачастую так достойно преподнести мировому зрителю. Ну, это, конечно, обидно, несправедливо, нужно просто работать над этим. Я думаю, что нам надо научиться разрабатывать обертку. Потому что начинку мы можем делать, потому что у нас и богатая история культурная, и богатые традиции. Но мы не умеем как будто вот обернуть и преподнести. Вот с этим у нас, по-моему, немножко проблемы. Ну, в данном случае вот эта вот скромность, она ведет никуда. Да. Нужно... Немножко надо быть нескромным, да? Не то, что нескромным. И говорить о себе, заявлять о себе. Ну, это рассказывают, да, информируют. Люди же, как сказать, все страхи, комплексы и предубеждения возникают от незнания. От просто незнания. Вот только что вы рассказали о наших там российских друзьях, которые впервые приехали в Азербайджан, и вообще не знали, куда они едут. Просто, ну, когда они увидят, что они приехали вообще на другое... Не тот город, куда они ехали. Они увидят, что насколько здесь по-другому живут люди, какое-то другое отношение. Вот это все тепло. И динамика развития, это все наши гости, да, конечно, поражает в хорошем смысле. Игорь Иванович, я очень вам благодарен за то, что вы сегодня пришли на нашу передачу. Я думаю, что я выражу мнение всех зрителей, всех, кто болеет за Азербайджан. Мы будем держать за вас кулаки. И мы очень желаем, чтобы ваш фильм, вернее, попал в шорт-лист Оскаровского фестиваля, потому что это даст вам право присутствовать в зале, в кинотеатре «Кодек», пройти по красной дорожке. Я был бы очень горд, увидев вас на этой красной дорожке. Спасибо большое. А если вы завоюете Оскар, это будет, конечно, потрясающее событие в жизни Азербайджана. Спасибо большое. Я искренне желаю вам успеха, удачи вам, и думаю, что мы еще с вами увидимся. Спасибо. Вам спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok